Мы продолжаем ехать уже по улице Дыглова, Августа Дыглова. Очередная максимум. И я доеду до самого начала улицы Дыглова. Там, где она пересекается с улицей Яня Асара. Это уже район Гризинкаунц. Мы когда-то и валяли по этому парку, по этому его району в начале, в первых роликах. Это микрорайон Пуртцемс. Это церкви баптистов, не баптистов, а не знаю, как они называются, сектанты. Это новое время. Я просто хочу, мы сейчас будем переезжать через мост. Дыгловский мост. Плохо, наверное, слышно, потому что я говорю через маску. А очки одевать вообще невозможно, когда в маске. Они моментально запотевают. Вот так вот. И вот если смотреть вперед, то видно не будет, наверное. Но в самый укор, там, где улица Таллинас, улица Пермалас, и эта Дыглова будет поворачивать, там стоит храм. Собор Святого Павла. Хорошо было бы вам показать его. Лютеранский. Хотя некоторые пишут евангелическое. Лютеранский. Но в принципе это лютеранский. Там где-то в конце прошлого века был основан. А в начале прошлого века туда поставили, привезли из Германии орган. И установили еще колокол, который отливали, ну тоже в Германии, в Эстфалии. Нинцгаллес будет остановка как раз возле стадиона, который мы показывали вам тогда. Это стадион, а за стадионом был дом, прослушка, дом прослушка. Мы сейчас будем на мост въезжать. Мост так же называется, как и улица, мост Августа Дыглова. Конечно, с Юрием я бы на машине быстренько доехала, но он сегодня работает. Он работает, и мне приходится общественным транспортом пользоваться. Мост этот ремонтируется. Это все Курцемс. Все микрорайон Курцемс. Нинцгаллес здесь, остановка следующая, стадион так и называется, Довглова. Нинцгаллес мы останавливались. Просто ремонтируется. Не видно, вам не знают. Что сказать, мы железную дорогу будем пересекать. И вон мачты стадиона уже видны. И это уже граница Гризенкаунс. Стадион тоже сейчас реставрируют. Новые мачты поставили новую. Трибону ставят. А по этой улочке мы ходили к тому дому. Дом прослушки. Работы ведутся. Работают. Вон тот дом. Видно, не видно. Желтый, длинный дом. Сейчас мы пересечем улицу Перновас. После этой остановки. Слева останется еще улица Ваумирас. Мы повернем на Деглова. А направо еще улица Таллинас. Начинается. Или кончается там. Вот так. Народа мало. Не знаю, почему озаботились наверху. Что нужно поменьше пускать пенсионеров, пионеров. Как сказать, детей, школьников. Что больше 50% занимаемость в общественном транспорте. Не похоже на то. Этот дом уже после 90-х выстроили. Здесь стояли тоже такие доходные дома деревянные. Так, я сегодня с зонтиком всю ночь. Всю ночь лила дождь. Я со своей подружкой, бессонницей, смотрела в окно на дождь. Даже сфотографировала в инстаграм фото. Как капли дождя. И единственный фонарь светит в окно. В старости грустно по ночам. Вот она, Фернакс. Вот там вот дом. Это знаменитый дом. Я потом как-нибудь сфотографирую его. Вот. Видите. Туда уходит направо. И вот здесь такое же типичное здание. Как я показывала у нас в Интераксе. Ну все, пока.